Приветствую! Сегодня я покажу, как я собираю кубик Рубика. Если бы вы узнали, как сейчас я тупо выгляжу. Сейчас я сфотографирую и покажу. Вот. Вот так я выгляжу. Итак, как я собираю кубик Рубика? Сначала я ищу вот эту вот белую сторону. Как я это определяю? Я определяю это по белому центру. Я перевожу ребро на... Сначала я собираю... Как я это делаю? Сначала я собираю вот эту вот полосу. Да так, чтобы у меня собрался еще весь первый слой. Вместе со вторым. Но сначала я собираю подходящие ребра. Что значит подходящие? Это ребро, которое стоит здесь сверху, а здесь оранжевым. Сверяя с центром. А здесь тоже с центром. И вот так я вот собираю каждое ребро. Вот здесь зеленое, оранжевое. Потом вот здесь у меня красное, зеленое, оранжевое. И здесь у меня синее. Далее я сразу собираю первый слой правильным и середину. Итак, вот. Первое есть. Первый слой и середина. Первый слой и середина. И вот здесь вот дно собрано. Первый слой и середина. И здесь дно собрано. Первый слой и середина. Все. Я собрал полностью нижнюю сторону и первый и второй слой. Далее я собираю верхушку. Я это делаю по методам Фридриха. Это скоростные методы по спорке кубика Рубика. Что я делаю дальше? Я также применяю методы Фридриха. Тоже скоростные методы. И мне остается вот это вот воссоединить, переставить местами. Вот это на это и вот это на это. Все. Я собрал кубик Рубика. Сейчас я попробую измерить по времени, сколько я собираю кубик Рубика. Сейчас я поставлю секундомер. Сначала я его хорошенько разберу. Разбираю, разбираю, разбираю. Сам себя запутываю. Вообще мой рекорд это 15 секунд. Но мне очень повезло, когда я собирал кубик Рубика в то время. Так как мне все рекомендации, которые я знал, мне они попались именно в тот, прям в удобный момент. И поэтому я собрал именно за 10 секунд, ой, за 15 секунд. Итак, вот кубик разобран. Все, поехали. А, ну, я посмотрю сейчас, как профессионал, как его собирать. Ну, все, поехали. На самом деле, это здесь ничего сложного. Когда собираешь... Когда учишься собирать кубик Рубика, это на самом деле очень интересно. Как по мне, это очень увлекательный метод. Время провождения. Почему бы не научиться собирать кубик Рубика? А, все, 40 секунд. 45 секунд. За 45 секунд я собираю кубик Рубика 3 на 3. Давайте еще раз. Я запутаю. Путаю, путаю, запутать хочу. Кручу, верчу, запутать хочу. Самого себя. Итак, сейчас я запущу таймер. Но перед тем, как запустить его, я посмотрю кубик Рубика повнимательнее. Ну, все, в принципе, я готов. О, в этот раз мне повезло. За 30 секунд я собрал, так как мне попались именно те комбинации, которые я знал. Ну, мне везет не всегда. Но в этот раз мне повезло. И поэтому я собрал за 30 секунд. Давайте еще раз. Разбираю. Все, я разобрал. Смотрю кубик перед тем, как собрать. Мне тут не повезло со расположениями, если честно. Ну, ладно, полетели. Ой. Я чутка ошибся здесь. Ах, чутка неудобный кубик, потому что он без магнитов. Конечно, с магнитами был бы поудобнее. Поэтому, если убираете кубик Рубика, неважно, каким бы он дорогим ни был, самое главное, с магнитами. Так, я собрал за 40 секунд. Среднее время сборки кубика Рубика у меня занимает 40 секунд. Мне кажется, 35 где-то. Не, не больше 50. Кстати, если вы не знали, вы можете взять свой кубик Рубика и собрать его по приложению. Да, в современном мире вы уже можете так делать. Вы скачиваете специальное приложение, фотографируете стороны кубика Рубика, либо сами вводите. У вас там есть палитра, вы выбираете цвет и сами вводите, какой цвет стоит на каждой стороне. Вы вот так переворачиваете кубик и записываете каждый цвет. И в это время у вас телефон подбирает комбинацию, которую вы будете крутить своими руками. И таким образом вы будете сами собирать кубик без знания каких-либо комбинаций. Без комбинаций кубик не собрать. Нет, конечно, возможно его собрать, но какими усилиями, чем если с комбинациями. Вот, все просто на этот раз. Я где-то собрал за 35 секунд, за 30, я не знаю. Сейчас я покажу узоры, которые тоже можно собрать из положения полностью собранного кубика. Первый узор. Нужно два раза провести среднюю полосу, два раза накрест провести среднюю полосу, перевернуть кубик, чтобы здесь виднелись вот такие полосы, и два раза провести среднюю полосу. И получается шахматная доска с каждой стороны. И все те же самые движения нужно сделать назад, чтобы вернуть кубик в прежнее положение. Покажу сейчас еще один узор. О, довольно неплохо выглядит. Смотрите. Вы так же можете сделать. Вам просто нужно поделать вот так. Это у вас будет получаться не всегда. Что вам нужно, чтобы у вас получалось всегда? Берем с любой стороны, с любого положения кубик. И вот какой вот по центру у нас стоит цвет, тот цвет идет первым, в ту сторону. Вот, к примеру, красный, и вот здесь вот красная сторона. Красный центр идет на красную сторону. И поэтому первым движением у нас будет вот такое движение. А потом уже вот такое, такое, такое. Так, 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 так. Все. Кубик вернули в прежнее положение. Всем спасибо за просмотр и всем пока.